вот привезли книги издалось и новое издательство книги к истинному православию третье издание видишь смотрите вот она как выглядит по цвету покажи сверху цвет практически не различается то есть вот этот потемнее немножко да и смотри размер чуть чуть побольше новая книга именно вот размер эти сверху вот она вот это расстояние сохранили между именем да и названием книги и она вот здесь выглядит то есть если там она была получается сверху то тут она в центре вот но хорошо получился и вот толщина различия в толщине такое к истинному православию вот привезли сегодня сейчас там большая партия едет барнаул а к нам тут 400 с лишним что ранение вот сюда так столько здание мне очень понравилось мы вообще можайская типография хорошо делает книги да ну давайте посмотрим в чем различие во первых вот смотрите да здесь не ламинированная корочка то есть вот чувствуется здесь все-таки ламинация то есть вода сюда если прольется то можно все это вытереть если загрязниться видите нестираемое название блестящие здесь различие тоже нету к истинному православию к истинному православию ну вот первая страница если мы смотрим здесь вот барнаул 2007 здесь вот 2023 страница ведь побелее берез если больше но здесь она потолще здесь мы уже сэкономили на нашем издании новым потоньше сделали потолще страниц так ну давайте посмотрим вот здесь различие видите добавлено предисловие здесь в первом во втором первом издании предисловие этого не было перенесено немножко вот здесь вот здесь как в виде предисловия да здесь вот увеличена и подарок более расширено объяснено к истинному православию издание 3 с дополнением это вот видите крест одна сторона креста немножко длиннее другой это все случайно так получилось от недосмотра вот к сожалению вот такой остался но можно тут чуть заклеить либо вот тут дорисовать и будет ровно но плохо видно в принципе не так заметно это авто выражает особую благодарность к лименко владимиру федоровичу главному редактору газета алтайской государства университета за науку благодаря которому еще при советской власти многие из этих материалов были изданы общим тиражом около 150 тысяч экземпляров то есть раньше это вот скажу здесь глава она просто как вот брошюрки такие издавались к истинному крещению только по крещению то есть распечатывали и издавали а теперь все это в одну книгу помещено если вот здесь материал для этой книги собирались 40 лет то здесь уже более 50 лет вот это в новом варианте читаем дальше предисловие наверное нет человека на земле кто дерзнул бы сказать что познал в полноте все истинное православие связи с этим обращаем внимание читатели на то что книга названа не истинное православие а к истинного православию то есть направление к истинному и чистому православию направление к первоисточнику Данная книга написана невзирая на саны и лица, и поэтому некоторые выражения могут вызвать неприятие у людей, привыкших мыслить шаблонно, руководствуясь духом времени. Кто ищет вечной и неприходящей славы от Бога, тому такая книга будет сильным подспорьем и поддержкой в их духовном пути и в утверждении истинности православия. Материал для этой книги собирался более 50 лет. Выражаем большую благодарность архиереям, священникам, Московской Духовной Академии, библиотекам, которые по крупицам помогли сделать подборки материалов. И, быть может, со времени блаженного Иеронима Стридонского, дата смерти, 1920 год, в православии не появлялись материалы такого рода. Сравнивая все полученное со священным писанием, приходится сделать заключение, что то, что сегодня называется православием, практически не имеет обоснования на страницах Святой Библии. На практике создана совершенно новая религия. Возврат к первоисточнику возможен для тех, кто еще жив, если есть покаяние за отступление от Святой Библии. То есть, именно практически не имеет обоснования на страниц Святой Библии сегодняшнее православие. Именно на практике. То есть, в учении оно, учение православное содержит все для спасения, всю истину. А практика показывает совершенно противоположное. И вот эта книга, я, наверное, не знаю, я лично много книг перечитал православных, я не нашел ничего более ценного, чем, ну, тут более ценная, конечно, Библия только с толкованием, да, каноны церковные. Но здесь все вместе собрано по каждому необходимому для спасения вопросу. То есть, можно сказать, больше уже практически ничего невозможно сказать по каждому вопросу, который здесь затрагивается. И она написана не с кем, как бы, не таким образом, чтобы угодить слушателю, да, чтобы он подумал, ох, какая хорошая книга. А только для тех, кто действительно искал истину, он болел в состоянии верующих людей, общества, о спасении других людей, не мог найти ответы на эти вопросы, и здесь он их найдет многие. И многие ему станет понятно. И он возрадуется радостью великую, прочитав эту книгу. Сильно обогатиться. Она может быть как настольная, на основании этой книги можно писать диссертации спокойно, вообще, спокойно. Здесь все всегда, любое утверждение подтверждается всегда либо священным писанием, либо толкованием на священное писание, либо канонами церковными, либо святыми отцами, либо житиями святых. Все. Другого авторитета нет. Слова автора это только как связующие звенья. Итак, смотрите, да, первое. Если в прошлой книге, в прошлых изданиях, вот мы здесь откроем сейчас содержание, да, вот видите, содержание. Слово Божье, Священное Писание, о молитве, о покаянии, о церковной дисциплине. То есть многие вопросы, и вот оно содержание, оно вподряд так идет. Оно не разделено. То есть, вот смотрите, тут обрадобрите, да, а потом начинается гордость папства, человекоубийство и ложь Ватикана, Фатимская весть и трагедия или надежда и так далее. Потом разные письма, пояснения, да. И много чего другого. То здесь, мы сейчас откроем предисловие, посмотрим. Здесь уже все разделено на разделы. И вот смотрите, да, первый раздел к истинному православию. То есть вот эти темы многие о крещении, о покаянии, молитве, об освященном Писании, о священстве, о церкви, о слове, о благовестии, обрадобритее, да, там, о семье, отцы и дети, о любви к врагам, о торговле, там, в храме, много чего-то. О табакокурении, вот. Это все раздел к истинному православию. Дальше начинается раздел 2, католицизм. То есть здесь несколько тем, гордость папства, человекоубийство и ложь Ватикана, Фатимская весть, трагедия или надежда. Был ли апостол Петр главой апостолов и наместником Христа, на чем основывается примат папства. Вот здесь это все опровергается. Дальше, смотрите, отдельно раздел старообрядчества. Покаяние перед старообрядцами Архиерейского собора Русской Православной Церкви за границей. Открытие письмо о священному собору РПСЦ священа Иннока Симеона Дурасова, которого они потом там загнобили. Ему потом какой ответ, тот тоже написан, пришел. И 12 вопросов к старообрядцам. Отдельная тема. И дальше, отдельный раздел письма, размышления, пояснения, обращения. Здесь различных много, очень важных таких писем. Переписка Игнатихна, учиться отца Льва Львом Лебедевым, да. Много что другого. Дальше, раздел пятый, община. Краткая история крестовозвиженской общины. Указ о принятии общины в РПЦЗ. Прошение о разрешении читать при богослужении на русском языке. 16 правил церковной дисциплины. И 40 правил поведения жителей поселка Потеряевка. Отдельно все это помещено. И дальше добавлен целый раздел, огромный, чего раньше здесь не было. Это первое, это пособие. Первое, это пособие по Евангелию от Марка. Это отличное пособие, по которому можно проводить занятия. Но только тому, кто очень хорошо знает Библию. От этого пособия, используя это пособие, можно рождать души для Бога. Пособие по беседе с людьми различных убеждений. Различных убеждений, то есть, как беседовать с людьми, которые вообще Бога не знают. Бывают какие-нибудь насмешники. Бывают разные варианты. И как на основании священного писания именно с ними беседовать. Это такой большой труд. Марцинковский участвовал в этом труде. Много-много здесь сказано. То есть, видите, с 579 по 646 страницу. Далее, пособие о воспитании воспитателей. Пособие в помощь кающему священнику. Это очень сильное пособие. Именно священнику, который хочет принести покаяние за свое небрежное служение. Такого материала не было нигде и никогда практически. Далее, пособие по беседе с сектантами. То есть, на каждую тему, на все заблуждения сектантов здесь есть ответы. О святой церкви. Об истинности священства в церкви Христовой. Об иконопочитании. О втором пришествии Христа. О душе человеческой и духовной природе. И сознательном состоянии после смерти человека. Потому что мы знаем адвентисты, там, допустим, и свидетели от имени Еговы, они не признают душу, что она после смерти куда-то уходит. Она там то ли у них засыпает, то ли вообще ее не становится. Умирает вместе. А потом воскреснет вместе с телом. Вот. Здесь все о крещении. Там, крещением детей. Все здесь ответ дается. Согласно святой Библии. Именно согласно святой Библии. Дальше, смотрите, раздел 7. Материал для оглашенных. Приблизительные вопросы к оглашенным и спрашивающим себе крещения. Тоже они обогащенные по сравнению с прошлым. То есть уже исходя из опыта с прошлым изданием, здесь есть различия, да. Памятка для православных христиан, которые можно в храме повесить, распечатать. Вот у нас в храме висит. Уже в нескольких храмах это тоже все висит. Как там прикладываться к иконам написано, когда приходить на богослужение, там опазывать можно нельзя, когда поклоны делать, как поклоны делать, все там описывается в этой памятке. Потом преграды, стоящие перед человеком, которые могут и должны удержать его от гнева, дерзости и хамства. Преграды. То есть какие ты должен вопросы себе задать, прежде чем начать что-то говорить. Преграды. Очень сильный тоже. Такой сильный материал. Символ веры со ссылкой на Священное Писание. Заявление о крещении. Для тех, кто у нас проходит крещение каждый год, имеются в Потеряевке, в озере, руками священников, полное трекратное погружение. И проходит оглашение. У нас занятие по Библии в скайпе. Там и проходит это оглашение. Соответственно, они должны написать вот это заявление о крещении. Там это все написано будет. 804-я страница. Давайте покажу ее сразу. 804-я страница. Вот у нас заявление. Для тех, кто там в Барнауле живет, они хотят вступить в общину. Вот есть заявление для крещеных о принятии общего. Также вот добавлено заявление на альтернативную службу для христиан из призывников в России. Мы как христиане православные, соответственно, мы убивать никого не имеем права. И здесь это заявление, какое пишется в военкомат, военному комиссару. Это пишется, оно подается за полгода до призыва. И согласно Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации каждый человек имеет право на альтернативную службу. И вот заявление здесь прикладывается. Такое заявление отправляется, направляется можно заказным письмом, можно непосредственно самому прийти в военкомат. Они обязаны его принять, зарегистрировать и рассмотреть. Рассмотреть. Конечно, этот человек должен быть верующим. Должно быть какое-то свидетельство, что он в храм ходит. Но даже если этого нет, это все равно можно легко доказать, что человек верующий. И все, пойти на альтернативную службу. У нас христиане все служат альтернативной службой. То есть видите, все, смотрите, ссылки на каноны, ссылки на священное писание. Здесь все это есть. Конечно же, те, кто жизнь свою отдали Христу, речь только о них. Ну и вот здесь все это написано. И приведены все выдержки из, смотрите, федерального закона о свободе совести, о воинской службе, альтернативной воинской службе, федеральный закон 113, конституция Российской Федерации, статья 59, все проведено. И также приложено заявление на альтернативную службу для христиан и запасников в России. То есть те, кто еще, когда, будучи неверующими, они отслужили, уже даже присягу дали. Но и потом в случае мобилизации тоже вот это заявление, то есть до этого надо принести это заявление в военкомат. Ну и все равно, когда не поздно, здесь тоже это заявление приложено. И тоже по конституции любому человеку положена замена альтернативной службы, обычной воинской службы, даже при мобилизации. Это по конституции. И дальше добавлено, добавлен еще один раздел 8, интернет-содружество во свете Библии. То есть уже это содружество более 5 лет. Изначально его Сергей Пупков организовал занятие по Библии в Скайпе. И вот оно переросло в целый интернет-содружество. Люди со всего мира выходят, мы изучаем Библию, вместе молимся. И здесь есть расписание занятий, молитв и правила, которые, чтобы вступить в это интернет-содружество. Люди, христиане, православные, собраны со всего мира. И раздел 9, молитвы. Так называемое апостольское служение, это благословленный архиереем такой мирянский чин богослужения. То есть там все применены как бы все чины последования. То, что можно читать мирянам. в этом богослужении. И 100 поклонная молитва, которая 2 раза в день, точнее 2 раза, 7 раз в день мы молимся. 7 раз в день. Каждый 2 часа создается звонок, сестры там обзванивают, братья. Ну и кто имеет возможность, присоединяется к молитве. И дальше старобряческий 7 поклонный начал. чтобы мы не забыли то, как молились раньше наши предки. Вот. Вот вот если у нас 3 святые паучи наш, да, у них вот этот 7 поклонный начал. И мы на утреннем правиле всегда с ним молимся. то есть тут 3 3 поклона, получается. то есть 2 земных, 2 земных поклона там, да, а так в общем 7 поклонов. Вот, собственно, все фотографии. Фотографии здесь уже более современные. Да, много тех фотографий, которые в этот, в этом году укрестились люди. в 2023-м, которые, да, из других годов тоже есть. Но это уже все, видите, какие хорошие фотографии. Вот. Последние 5 лет, которые были сделаны, вот они тут все есть. Видите, Иван Грибанов. Вот. Все тут все есть. Вот общая фотография наша. Все здесь вот смотрите, Девора крестилась в этом году. Видите, она работает на генерала, генерала. Тоже такой хороший человек. Ее отпустил. Хорошо, очень отзывается. Вот этого песни пели. Старые. старые тут есть фотографии тоже. Игнатий Тихонович молодой еще. Вот эта фотография, это нейросетью восстановленная. Ну, здесь уже потом пояснение даст может быть, Игнатий Тихонович больше, или другие люди. я так, только общий обзор, что это за книга. Ни в одной книге я не видел больше ссылок на священное писание, святых отцов и каноны церковные. Каждый вопрос разобран до конца. Также добавлены главы к первому. Тоже я еще тоже расскажу. Чего не было в первых двух изданиях, а в третьем появилась. Глава «Длинные волосы бесчестьят мужа». Там это на основании статьи одного епископа, который доказывает на основании писания, канонов, святых отцов, что длинные волосы христианин носить не может. Ну, и апостол Паис говорит, что если муж растет волосы, это бесчестье для него. Длинные волосы бесчестьят мужа. Дальше добавлено, смотрите еще. Дополнительные материалы к окрещению. То есть 88-я страница. Там Луковой Нанесенецкий что говорил, как он боролся с этим смочением лбов, как он не признавал их, он говорил, что так нечестиво крещеных надо перекрещивать, в кавычках перекрещивать, то есть это крестить заново, потому что таинственно над ними не совершено. Таинственно людьми, которых помочили лбы, над ними не совершено, их надо крестить обычным образом. Об этом говорит также и настольная книга священнослужителя и многие другие материалы. Также, что еще тут добавлено? Святая Десятина отдельной взята статьей, отдельной главой Святая Десятина. Святая Десятина тут показана, что говорит Писание, то есть она не отменена, толкование Святых Отцов это говорит, не отменена. И что говорят Святые Отцы, Иван Златоуст, Реанстре, Иориним Стридонский, ясно говоря, что все христиане должны платить Десятина, но еще больше даже, чем Иудеи. То есть в большей степени это относится к нам сегодня. То есть отдавать Десятину Священству в руки. Добавлено глава «Был ли апостол Петр главой апостолов и наместником Христа?» Это тоже новая глава. Вот это открытое письмо Священной Инока Семена Дурасова «12 вопрос старобрядцев» это все новое. Ну, остальное вы сами найдете. Мы молились каждый день, чтобы Господь благословил издать этот труд и Он благословил. Сейчас надо продолжить молитву, потому что основная часть едет в Барнаул, там, чтобы они распределили, книги доехали, до Казани доехало все в полной целостности и сохранности. В Москве тоже осталось 500 экземпляров. Кто захочет приобрести эту книгу, ну, я имею в виду не из тех, кто сдавал на нее, а тех, кто сдавал, просто напишите, чтобы мы вам отправили столько экземпляров, сколько, то есть вы сразу оплатили, да, 2200, то есть цена одной книги 2200, если это 1100, это толще уже, или больше, богаче, 2200 стоит один экземпляр. Богу нашему слава вовеки. Аминь.